Всем привет и добро пожаловать на канал Played Home! Мы с вами продолжаем прохождение нашего воксель тайкуна. Значит у нас тут выскочило два сообщения, что нужно срочно увеличить объемы поставок железа к нам в Кисловодск. И конечно же аналогичная ситуация у нас в Кировске, да? То же самое требует только уголь. Ну и вообще надо заняться доставками в Березовске. Мы обязательно сейчас это все будем делать. Во-первых, мы сделаем следующим образом. Так как у нас здесь дофига катается угля, который уже особо-то нам и не нужен, да? Мы значит отсюда возьмем вот эту машинку с углем и направим ее на другое место разгрузки. Это мы изменяем и отправляем ее вот сюда. Правильно? Да. Все, ты у нас шурши. Еще мы одну угольную машину оттуда тоже снимаем, меняем ее и отправляем ее в другой пункт назначения. Вот сюда. Аналогичная ситуация у нас с вами будет происходить с железом. То есть мы железной машиной отсюда тоже некое количество снимем, только поменяем им... А, ну стоять. Пускай она сначала хотя бы довезет все, да? Вот, она довезла и меняем ее в угрузку вот сюда. А потом как раз-таки до нового пункта мы с вами просто спокойненько их возьмем и докупим. Это будет правильно. Единственное, надо посмотреть, сколько вообще у нас машин курсирует сейчас по железу. По железяке у нас... Слушай, у нас, кстати, очень много по углю еще ездили, да, сюда. Хотя здесь уже спрос у нас очень и очень маленький. Мы сейчас, кстати, посмотрим. Одна, вторая. Давай-ка мы тогда одну машину еще отсюда снимем. Это будет правильней. А что она нам по 36 тысяч таскает? Пускай таскает лучше намного более весомые и интересные суммы. Вот так вот. Шикарно. Это мы поправили. А железо у нас осталось раз-два. Да? А, нет, у нас всего две машины были по железу. Точно. Тогда мы докупаем еще одну тачку на железо и отправляем ее откуда. Так, полная загрузка у нас и здесь идет. А полная выгрузка у нас идет вот здесь уже. Все. Пошуршало. А теперь надо будет подобрать и подосчитать нам как-то деньжата. И уложиться в покупку нового, как он называется-то, господи, новый кто-то там. Ну, в общем, новый терминал. Как нам его расположить? На самом деле будет оптимальным вариантом, наверное, ставить его где-нибудь на обратной стороне. Может где-то вот так даже. По той простой причине, что видите, у нас здесь границы. Они нам просто не дадут выйти. Естественно, гнать этот терминал и дорогу через горы вот здесь, это очень дорого нам все выскочит. Поэтому придется, конечно же, законечить его через Кисловодск. Ну, это никакие проблемы нам, в принципе, не составит. Давай мы, единственное, что возьмем вот так. Дорогу сюда. А, смотри. Она здесь уже не хочет прокладываться. Отсюда сюда. Смотри, отсюда сюда не хочет. Да, а если мы поближе, предположим, возьмем? Вот так вот сделаем. Слушай, нет. Есть другая идея. Смотри. Мы берем наш с вами бульдозер и убираем часть дороги. Для того, чтобы как раз-таки угол у нас появился больше. Отсюда мы его берем вот так вот. Получится сейчас, нет? Проверим сейчас. Во! Работает. Это у нас работает. Только отсюда нам теперь надо еще законнектировать как-то его вот здесь. Вот сюда, наверное, даже не. Так, там 800 тысяч. Не, ну у нас деньги-то есть. Денег нам хватает. А вот коннект как-то нам здесь не организовать. Во! Смотри, как сделал. Да? Причем здесь заняться терраформированием таким. Но, кстати, даже, наверное, особо он не особо нам помог. Но, однако, хотя бы дорога могла за него зацепиться. В общем, все шикарно. Осталось это все дело протянуть. До Кисловодска только маленькая загвоздка. У нас здесь, видишь, огромное количество переходов. Хотя мы сделаем следующим образом. Мы сделаем всего лишь один вот здесь подъем. А дальше мы войдем вокруг вот этого бугра, да? Чтобы сэкономить нам деньжат. Что у нас там по информации? Банкротства удалось избежать. А, ну видишь, мы переспределили этот самый технику. И поэтому банкротства удалось избежать в двух городах наших. Шикарно. И товар поставляется. И, соответственно, развитие у них дальше будет. У нашего, у Солья. У него все шикарно. Он развивает. Сидет и пахнет, как говорится. Нам, конечно, не хватает реально деньжат сейчас на новую технику. Давайте, может быть, наймем еще пару единиц машин. И немножечко у нас прибыль упала. По причине того, что у нас сюда ходит только одна машина. Вот именно как раз таки, чтобы это нам избежать. Мы сейчас вот эту машинку, которая возит у нас сюда железо, да? И железо здесь у нас есть прос. Мы ее просто возьмем сейчас и продублируем. Где ты, наша красавица? Вот, наша красавица. Вот. И поехала сюда. Она нам достаточно неплохо приносит. Кстати, сколько она принесла суммарно? 500 тысяч лишнее принесла. Слушай, очень хорошо. Очень хорошо. А тем более, сейчас их будет две гонять. Это будет идеально. Ну и, конечно же, сейчас начнем все денежки вбухивать уже в протяжку дорог. Знаете, наверное, как мы с вами сделаем? Я думаю, еще куплю одну машину как раз таки на Усолье и наша железная руда. Пускай здесь курсируют пока три машины. А потом одну как раз таки мы с рейса снимем и закинем ее к нам туда наверх. Хотя, возможно, и не получится это сделать. Выскакивает сообщение, что срочно требуется здесь уже поставки. Ладно, тогда начинаем заниматься дорогами. Да. Берем раз тебя, подруга, и погнали тебя вот до сюда. Здесь дело. Видишь, смотри, если мы по прямой пойдем сейчас, вот отсюда. У нас сюда выходит 600 тысяч. А если мы так сэкономим, получается 400. То есть меньше земельных работ, земляных, и нам это только в плюс. Так мы, наверное... Не, да, сюда так и потянем. Вот так вот и... Вот так вот. Ах, ты денежат не хватает. Сколько нам там требуется? 400 тысяч. Нормально. Так, смотрим. Вроде деньги подъехали. 404 тысячи. Да. Вот такой у нас все маршрут будет. Замечательно. Все города мы с вами захватили. Теперь у нас есть полная доставка всего и вся. Одну машину мы, как и договаривались, сейчас с вами временно отсюда с ними. По железу. Так, это... Стоп, это она у нас была, по-моему, да. Это у нас железо. Меняешь точку разгрузки. На пункт назначения вот сюда. Конечно, нам не хватит сейчас одной машины, чтобы вывести город из кризиса. Поэтому мы сейчас еще вторую докинем. Только посмотрю, какая сейчас она у нас подъедет. Вот эта, по-моему, да, у нас? Нет, это дальше пошла. Вот эта у нас развернулась. Значит, ты у нас меняешь пункт назначения вот сюда. Все, шикарно. Боже, как охрененно, на самом деле, сделана игра. Кажется, так все просто. Ну, так все замечательно. Так все, не знаю, так, гармонируют друг с другом. Кстати, у нас здесь с вами еще есть небольшой декор. Такой, как разнообразный, там, насосы можно поставить, там, около воды, предположим, да, для оформления. Кстати, это все работает. Предположим, конвейерная лента у нас, видишь, она разветвитель такой, некий. Даже тыква есть. Но тыква реально, декорация не более чем. Кстати, смотри, какая некислая декорация за 300 тысяч, да. Просто бочка. Не знаю, есть смысл где-то ее ставить. Может быть, около каких-нибудь водяных сооружений, или, может быть, около нефтяных, там, или какие-то масляных. Не важно. В общем, каких-нибудь жидкостей. Там можно будет ее поставить. Нам сейчас главное, пока выфармливается стартовый капитал наш, да. У нас очень сложный путь, на самом деле. Но, однако, главное сейчас сделать так, чтобы города не испытывали сверхогромный спрос на ту или иную продукцию. Иначе город может просто взять и исчезнуть. У нас пока основная точка, это вот, березовский. Но мы только начали сюда свои поставки, поэтому ничего страшного. Мы потерпим, подождем. Блин, смотрю на эти иногда облака. Такое ощущение, что реально, знаешь, угольное пятно просто передвигается. Думаешь, надо его срочно поймать. Кстати, написали по поводу территории. Посмотрите, территория стоит 55 миллионов. Ну, предположим, соседние. Там можно добавить песок. И, соответственно, можно производить разнообразные другие полезные продукции. Смотри, давай-ка, наверное, сейчас мы еще сделаем. Еще, наверное, одну точку возьмем, да. И отправим ее уже на уголь. Сколько у нас здесь на уголь ходит? Отсюда до сюда. По-моему, не одна, да? Серьезно? А, нифига себе, дожди. Стоп, это она такой крюк делает. Ешки-матрешки, я думал, тебе тут будет ближе. А если мы сделаем ход конем, мы, давайте, приположим, немножечко его срежем. Вот до сюда. Вот так вот. Сколько это будет стоить? 700 тысяч? 800 тысяч. Но она так столько не зарабатывает. Мне столько, чтобы я на нее тратил. Ладно. Сделаем. Сейчас сделаем. Да, не забывайте. Если хотите попасть к нам в наш автопарк, и была, чтобы у вас своя машина, пишите в комментариях об этом. Так, вот наш уголь подъехал. Значит, тебя, мой друг, и будем сейчас дублировать. Вот так вот, вот так вот, и отправить. Потом мы сделаем следующим образом. Наверное, в лаборатории мы сейчас первым делом займемся изучением новых двигателей. У нас откроются новые грузовики. Мы эти грузовики как раз-таки назначим на более дальние дистанции, да, для того, чтобы они брали большое количество грузов. А мелочь, вот эту всю оставшуюся, мы ее отправим на мелкие ходки, вот просто между городами. То есть, чисто здесь по районам, как говорится. Кстати, про лабораторию, да. Тоже надо вопрос пока порешать, пока у нас денежки возятся. Значит, смотрите. Лаборатория. У нас она стоит 6100, да. Конечно, оптимальным вариантом, чтобы сэкономить дохрена денег, вот прям реально дохрена, мы ее должны будем посадить вот здесь. Соответственно, наша лаборатория заберет на себя полную всю добычу и доставку такого продукта, как... Что у нас здесь? Уголь, да. То есть, в угле она больше не будет нуждаться. Если мы здесь поставим, то, соответственно, она не будет нуждаться в железе. Конечно, с одной стороны, классно и здорово, но она тогда получается с точки А в точку Б нам надо будет делать доставку для перевоза, предположим, того же самого другого материала. Я хочу пойти самым сложным путем. Поставить лабораторию где-то вот тут. А на противоположной стороне, вот здесь, за бугру, мы будем ставить с вами склады. Один склад будет запитан у нас от шахты угля по конвейерной ленте, второй у нас будет работать отсюда. Естественно, мы это все поставим через разветвитель. Это будет, конечно, смотреться очень кратко. Чего? Больше не требуется. Ты смотри, у нее больше поставок не надо ему. Но, ладно, пускай возит все равно хотя бы денежки. Будем выфармливать. Вот, соответственно, это все будет достаточно круто смотреться и как-то централизованно. Осталось еще 4 ляма, и мы начнем строиться. Но единственный, кстати, минус у исследований, это, знаете, в чем? Это очень дорого все. А он забирает не только какой-то ресурс в секунду, он еще и забирает деньги. Он из кармана высасывает бабки, мама не горюй. Если мы зайдем сейчас в сами наши исследования, смотри, построить лабораторию, это было замечательно здорово. А история у нас есть? А, здесь не посмотреть ее. Да, пока мы ее не построим, мы не можем увидеть древо. Ну, тогда ждем. Хм, ты смотри. Вроде подфармливы только начали деньжаток в наши лаби. У нас загорается информация о том, что в Березовске больше не требуется железо. Естественно, я отсюда все дело снял, и теперь здесь требуется дерево. А у нас дерева вообще нету, и нету никакой добычи. Слушай, ну, конечно, мы можем рискнуть, мы можем попробовать, чтобы не потерять город, но это, конечно, ультрадорого. Это немножко нас же сдвигает наши планы. Ладно, давай сделаем. Значит, ставим вот здесь тогда добычу дерева. Правильно? Да, мы ее поставили. Дальше. Мы, наверное, можем попробовать через прокладку. Сколько у нас это будет стоить? Интересно, посмотрим. Миллион четыреста. Хм. Ее можно как-то сюда вывезти. Хотя я вот, я не хочу пока конвейеры здесь строить. Я хочу именно дорогами попробовать заморочиться. Нам, получается, терминал, да, потребуется здесь. Мы его ставим, у нас будет стоить миллион четыреста еще. Ну, давай здесь вот так поставим. Даже вот так, наверное. Во. Шикарно. У нас остается два миллиона. Сколько у нас будет стоить? На доставку, предположим, и пробуриться через скалы. Пять миллионов. Охренеть. Так, у нас получается миллион двести, миллион четыреста. Здесь кусочек у нас уйдет в триста. Здесь кусок у нас уйдет в пятерку опять, да? Здесь очень много больших разнообразных сходов и скосов. Это ультрадорогое оборудование. Это прямо очень дорого будет стоить. Конечно, еще деньжат можно занять. Сколько там? Ну, еще миллион. Но у нас это полторашка, точнее. У нас это все равно с вами не выйдет. Иначе это огромный крюк. Это просто огромнейший крюк. Ну, тут вариантов пока немного. Тут реально пока вариантов немного. Ну, давай попробуем. Да? Че? До сюда, значит, такая выводим тебя до центра. Так, нет. Мы тебя постараемся сделать именно на одной волне. Вот до сюда. Это у нас на 2 500 выходит, да? Так, шикарно поставили. Дальше. Значит, нанимаем одну машину для вывоза дров. Но она их даже не спасет. Вот в общем, фишка. Но хотя бы хоть как-то будет поддерживать некий баланс. Так, значит, для леса нам требуется лесовоз вот такой. Миллион девятьсот он стоит. Охренеть. Всего лишь пять единиц только все вмещают. Было бы, наверное, проще поставить лабораторию, да? И из лаборатории уже новый двигатель изучить. Ну, ладно. Полная загрузка у нас, значит, идет вот здесь. И выгрузка полная, аналогично, идет вот тут. Все, пошуршал. Посмотрим, как это больно быстро поехало. Вот такой у нас красавчик. Но они все, в принципе, сейчас там на один лад все друг другу напоминают. Вот такой у нас грузовичок для угля и железа. А вот такой у нас будет возить бревна как раз-таки лесовоз. Здесь, наверное, даже, знаете, как можно сыграть, попробовать? Если мы, например, вот здесь делаем небольшой заход, и он будет срезать большой достаточно кусок. Правда, придется, опять же-таки, в это все дело вложиться. Но мы попробуем посмотреть, насколько сильно. Так, ну, уже на миллион с лишним, да? Из одного, опять же-таки, перехода. Только из одного перехода. А если мы вот так сделаем? Уже 400 тысяч. Да, нам это больше нравится, меня это больше устраивает. Ну, давайте, давайте, давайте будем пробовать. Будем организовать огромное количество разных путей. А, здесь у нас все равно спуск идет. Ты смотри, да? Без спуска никак. И причем даже не один, а их там у нас несколько. Хм. Нет, нам все равно без этого не обойтись. Да, не обойтись. В любом придется делать спуск. Ну, давай, ладно. Значит, досюда мы протянули и попробуем где-нибудь сейчас тебя законнектить. Например, отсюда вот сюда. Да, кстати, неплохо. Как говорится, хоть чуть-чуть, но нашему грузовику будет попроще. Кстати, где он вообще? Где он как-то катается? А, вон он уже на загрузку пошел. Все, теперь точно надо выформить еще один грузовик, наверное, да? И спокойно уже заниматься развозом, точнее, экономией уже и, скажем так, собиранием денег на лабораторию. Что-то как-то я этими дорогами, ну, слишком дорого себе все это выстроил, но прям очень дорого. Знаю, что можно это было все сделать куда-то с более меньшей, скажем так, потерей. Вон наши, кстати, бревна двигают. Сейчас посмотрим, сколько он нам принес ради интереса. Ну-ка, выгружайся, товарищ. 93 тысячи. Ну да, такое себе. Кстати, а сколько суммарно принес он нам за свои две ходки? 44 потратил, 190. Ну да, плюс есть, конечно, он ощутимый. Но даже больше не в этих деньгах дело, а то, что хоть этот город Березовский не исчезнет. Вот что фишка. Банкротство, оно такое. Смотри, у нас повышение. Жители празднуют. Населенный пункт Кировска получил статус поселка. Это круто. Развивается. Народу 378 человек. На самом деле, я хоть сейчас и вкладываю все деньги, но я боюсь, что в Березовске мы, наверное, потеряем. Кисловск и остальные города, они шикарно у нас под контролем. Они, ну, с ними ничего не будет. Мы в любой момент можем их приподнять и забустить. А вот тот, тот товарищ издалека. Ладно, давай попробуем. Давай попробуем сделать еще раз, сок. Шаг в сторону того поселения. Купим тачку, но продублируем изначально ее, конечно, отсюда, да. Берем и отправляем. Нам лесовозы все равно понравятся, потребуются, да, для того, чтобы мы могли еще там доски возить или что-то еще. Так, сейчас сижу, смотрю, пытаюсь контролировать все это дело. И понимаю, что, да, конечно, повторюсь, наверное, в сотый раз это такое достаточно сложное начало. Но самое, что интересное, мы все равно с вами выходим в плюс. Идем более-менее нормально. У нас деньжата капают. Вроде как банкротства никаких ближайших городов у нас не планируется. У нас игра сохранилась отлично. Вот, но самое главное, самое крутое, что мы чуть позже как раз-таки получим более интересные и крутые материалы, продукцию, железо, слитки и все остальное. Конечно, это уже будет продаваться по другим денежкам и, соответственно, будет больше идти более быстрый фарм. Пока такой некий режим наблюдения. Ну, у вас понятно, что это все на ролике будет там монотонщина, все это будет вырезано. Но сам факт остается фактом. А вообще, я планирую, когда мы будем уже расширять эти территории, мы сделаем несколько веток. Как я себе представляю. И есть, родилась такая идея сделать такое некое транспортное кольцо. Во-первых, мы закольцуем почти что всю территорию, которая у нас есть. Во-первых, в обычные шоссейные магистрали, да, в дороге. И самое главное, мы сделаем, естественно, огромное количество железнодорожных путей. И они все будут сделаны через туннели, через круги. То есть, это прямо будет такими обширными поставками именно на крупные города. Мелочь мы будем возить именно исключительно с помощью грузовиков. Смотри, кстати, жители празднуют населенный пункт Усолье. Как раз-таки наша развивается. Смотри, многоэтажка. У нас в Петербурге есть похожее здание. Называется 41-й этаж. Огромное такое здание. Видно его почти что-то со всех концов города. Вот что-то типа того. Но видно, что здесь все идет хорошо. Главное смотреть на индикаторы. Что у нас, видишь, здесь высокий спрос. Здесь то же самое. То есть, как бы, жители не испытывают лютой нехватки. 415 человек. Уровень поставок хоть и средний. Из-за нехватки машинок, да. Но темп просто есть. И это не может не радовать. Есть производство, есть предприятие. И смотри, еще одно образовалось у нас. Оно требует, оно почет железные слитки. Это, конечно, сейчас камень будет предпочтение. Потому что... Хотя почему? Не. Мы, когда поставим лабораторию, мы сразу первым делом и начнем ее изучать. То есть, наши слитки. Тем более, у нас рядом уголь. У нас есть рядом железо. У нас как раз-таки в центре уже готовый для этого поселок. Потянем наши ленты. И отсюда у нас, прямо вот отсюда, начнутся вывозы... Нам, кстати, придется здесь еще поставить терминал. Да. Начнутся вывозы железа. Значит, сколько у нас уйдет денег? У нас уйдет денег сейчас. Это 6 миллионов на лабораторию. Плюс один дополнительный терминал. Это еще полторашечка. Плюс еще два склада и дохрена лент конвейерных. Ну да. Ну, я думаю, в пятнашку уложимся. Это не сверхогромные суммы, на самом деле. На самом деле, да я так сижу, думаю, на эти что еще. Если даже все города банкротятся, вот этот наш Усолье, он сам по себе уже неплохо развивается. И берет достаточно неплохой темп. На днем уже этом городе можно не кисло выезжать. Конечно, не на сверхприбылях, но все же. Тем более, чуть позже, когда будем покупать синие территории, у нас с вами появятся новые города. Интересно, а что за города? Тут есть какие-то, так, льгов, вертухори. Петербург-то есть вообще, нет? Здесь Карабаш. Не, я думаю, до Петербурга. Хотя, когда я играл в обучение, там был МСК и Санкт-Петербург. Ну, у нас здесь поблизости ничего такого нема. Так, что там у нас случилось? Необходимо достать дерево. Ну, у нас две машины работают. Пока, к сожалению, извини. Пока извини. По 18 тысяч покупаете. Смотри. Предотвратить закрытие предприятия. Миллион семьсот можно закинуть в него. Ну, давай. Заложим. И пускай дальше живут и развиваются. Они были на грани банкротства. Ну, мне проще сейчас миллион семьсот бухать, нежели покупать машину, которая еле будет там возить. Все остальное у нас с вами шикардос. Мы, конечно, взяли деньги за счет нашего... нашей лаборатории, но ничего страшного. Это прямо, знаете, миссия теперь моя жизненная в игре будет. Сохранить березовский городок наш. 88. Слушай, а ради интереса пока все равно фармим деньги. В наглую. Сколько будет стоить? В наглую будет стоить 16 миллионов. А, это даже совсем чересчур в наглую. 15 до 20 выйдет, да? Потому что здесь у нас скос. И здесь еще пачка будет скосов. И сейчас территория закрыта. Слушай, а что думаете, если сейчас взять, у нас 5400 есть, а 4 ляма в 2 грузовика загрузить сюда, а? Может, ну его нафиг. Давайте попробуем. Давайте реально сделаем. Мы потом все равно быстро выфармим себе эти 5 миллионов. Реально быстро. Так, делаем. Я рискую. Значит, где у нас с вами грузовики есть? Нам нужно нанести с вами 2 лесовоза. Точнее, 1 лесовоз, любой. Убираем гараж, и мы его сейчас продублируем. Вот он у нас. Раз. И еще один такой же. Два. Хватит на третий? 2,80 стоит. Но чуть-чуть не хватает. Эти пока грузовики мы с вами спокойно отправляем на смены. Раз и два. О, отлично. Выехали. 4 штуки, думаю, точно должно хватить. Ну что ж, нафармил. 13 миллионов у нас с вами уже имеется, да? Давайте на теперь, наконец-то, заняться лабораторией. Так, лабораторию. Мы с вами первую ставим. Давайте, наверное, прямо около дорожки где-нибудь вот здесь, вот в этом месте. Мы не будем ставить ее внутренней стороны. Почему? Потому что я здесь хочу еще поставить за ней склады. Мы, кстати, даже вот так сделаем. Смотри. Мы сделаем для лаборатории прямо отдельное ответвление. Вот так вот сделаем. И вот так вот сделаем. Да. Шикардосно. А где наша лаборатория? Наша лаборатория вот. Мы ее разместим с этой стороны. Где-нибудь вот здесь. По бокам будут находиться склады. Правильно? Да. Вот так мы ее ставим. Дальше. Нам теперь потребуется что-то, что нам сможет поставлять сюда продукцию. Такую, как железо. Да? Потому что вот мы заходим теперь сюда внутрь и смотрим, что у нас есть. У нас с вами как раз-таки требуются железные слитки. Для этого требуется 350 у нас железной руды. 8 миллионов рублей. 25 дней. То есть, как только мы начнем исследование, мы его начинаем. Смотри. Если у нас будет рядом находиться железная руда на складе, то, соответственно, за одну деление, у нас сейчас 0 из 25, да, завершено, будет съедаться 340 тысяч рублей и 14 единиц руды. Охренеть. Просто охренеть. Тогда получается, наоборот, надо гнать отсюда железо, да? А не отсюда. Там у нас уголь. Уголь мы чуть позже сюда тоже подкатим. Тогда мы его сделаем следующим образом. Берем производство, точнее склады. Ставим склад рядышком. Конечно же, вот так вот его, предположим, поставим. И делаем к нему некий вот такой коннектор с обратной стороны. Он у нас будет заниматься как раз-таки забором для себя именно... Именно чего? Именно железом, да. Вот так вот. Он нас теперь складирует. Дальше. Нам надо будет аналогичную систему сделать с этим складом около железа. Предположим, мы его поставим где-нибудь здесь на возвышенности. Ему дорогу, на самом деле, не обязательно будет нужна. Но мы ее, наверное, для красоты как-нибудь выведем. Да, давай сначала дорогу сделаем. Красота наша все, блин. Поэтому тут без вариантов. Законнектится? Нет? Нет, не коннект... А, во. Смотри, законнектилась. Шикарно. А где наш склад? Где наш склад? Складик наш... Вот. Нет, не он. Вот. Вот так тебя поставим сюда, друг. Хватайте. Дотягиваешься? Дотягивай. Смотри. Да, абсолютно всего. Забираем. И делаем коннектор тоже. С обратной стороны. Вот так вот. Шикардос. И также ты у нас забираешь теперь железо. Сколько у нас там осталось? 5 миллионов. Нормально. Только единственное, нам потребуется еще грузовичок один приобрести. Который у нас как раз таки будет возить всю эту трихомудию. Ну, готовую продукцию, я так называю. Как бы нам теперь под один уровень это все дело выгнать? Конечно, не самый, наверное, идеальный вариант. Не самый... А, хотя стоп. У нас с вами получается здесь идет один переход, да? По таким углам смотреть. Ну, примерно как-то так, да. Начинаем тебя выкручивать. А, полтора миллиона. Слушай, дохрена здесь уже выходит. Здесь дохрена. А давай-ка мы тогда вот отсюда пойдем. От обратного. От середины, я, наверное, даже сказал. Мы тебя дотягиваем вот досюда. И как-нибудь, где-нибудь... А, подожди, стоп. Ты нам туда и не нужен. Мы вот тебя до сюда дотягиваем. Здесь мы сделаем небольшое такое изветвление. Вот сюда. И отсюда уже спокойно вытянем до сюда. А, ты смотри. А, не касается все равно. А здесь не касаться. 600 тысяч может выйти. Ладно, нормально. Сделаем таким образом. Во. Все. У нас продукция здесь пошла. Дальше мы здесь будем ставить, естественно, всякие разветвители на другие производства. Пока я вот делаю вот именно таким вот образом. Потому что будем покупать все с вами территории, которые у нас тут справа, слева и спереди. Вот эту заднюю территорию пока мы трогать не будем. Здесь с досками у нас. Тем более лес мы пока сюда вообще не возим. Только в другой конец. Вот. Дальше мы тебя протягиваем по ней. Ага. Здесь у нас спуск можно сделать небольшой. Предположим, до сюда. Здесь мы тебя оттягиваем. И пошла родимая куда? Правильно. Куда-нибудь вот сюда. А, стоп. Она у нас здесь больше тянуться не хочет. Она слишком длинная. Ей нужен переход будет сделать. Сейчас мы это сделаем. Мы тогда до сюда дотянем ее, как у нас получается. Дальше нам надо будет с вами сделать склад перевала. Так называемую... А, кстати, слушай. А здесь получится интересно сделать вот так. Если мы поставим декорацию. Предположим, буфер вот этот законнектить. Ради интереса. Просто ради интереса. Я после этого не экспериментировал, если честно. И отсюда заново. И отсюда оно заново двигается. Ты смотри. Шикарно как, а? Нам не требуются тогда склады. Охрененно. Так, но мы все равно должны будем довести тебя где-то вот досюда. Потому что у нас будет параллельно две или три даже линии новых идти. Вот так. Так, и сюда тебя затягиваем. Во! Классно, классно. Далеко, конечно, но нормально. Теперь осталось только нам с вами сделать направление нашего конвейера. Чтобы они все работали в одну сторону. Правильно? Ну да. Во, замечательно. И это у нас двигается тоже сюда. У нас есть два входа, два выхода еще. Замечательно. Как раз таки для дерева. Наверное, дерево мы еще окантуем с вами. Но чуть позже, не сейчас, естественно. Это меняем местами. Вот так вот. И, соответственно, у нас теперь будет все поступать на исследование. Как только у нас склад начнет пополняться, мы активируем нашу лабораторию и у нас пойдут слитки. Так, а что мы встали здесь? Мы здесь что-то встали. А, там надо выбрать тоже у нас железо. Ты смотри. Он его сразу забивает в одну точку и пошло-поехало. То есть у нас, получается, он только может железо гнать. Эта конвейерная лента, она достаточно дорого нам выходит вместе с всем этим делом. Но зато прикиньте, сколько это сэкономит времени на доставку и вообще на это все производство. Склад начал заполняться. Берем лабораторию и она у нас уже работает. По 300 тысяч, смотри, седая. Конечно, дофига это стоит, но это, к сожалению, без этого не обойтись. Ее можно в любой момент будет выключить и заново потом подрубить. Вот сейчас мы ее выключим. Пускай немножко деньжат подфармится, но побольше. А, знаете что? Все, родилась идея. Чтобы сэкономить на путях, мы с вами поставим сейчас один терминал. Вот где-нибудь с этой стороны, недалеко как раз-таки от наших складов. Вот тут. И полностью переделаем все наши доставки железных руд. Потому что у нас здесь как раз-таки будет копиться все на складах. И наши грузовички могут спокойно уже забирать с другого места. Берем тебя, например, и меняем тебе загрузку. Отсюда уже вот здесь ты будешь находиться. Так, ты можешь шуршать дальше. Аналогичная картина. Отсюда мы тебя меняем и назначаем на эту точку. Где-то у нас там еще железо катается. Ты у нас железо. Ты у нас железо. Так. Нет, дожди, стоп. Ты у нас... Да, ты у нас железо. А что туда поехал, интересно? Откуда ты? А, ты срезаешь. Все, я понял. Я понял, как ты у нас пытаешься съехать. Ладно, все равно мы тебя поменяем. Здесь все равно ближе. Так, ну вроде все тачки переделали, да? Вроде все. Лента у нас здесь забивается. Замечательно. Машины спокойно подгоняют. Единственное, что может быть, наверное, даже есть смысл их закольцевать, чтобы они здесь особо... А, нет, стоп. Если мы здесь сейчас все по-другому закольцуем, это уже будет смотреться несколько неправильно. Пускай лучше они до сюда езжают, здесь разворачиваются и спокойно сваливают. И можно, наверное, сделать еще путь короче. Это вот здесь проложив дорогу. Прямо по центру. Ну да, заметно быстрее. Смотри, они прямо сюда сгоняют и сразу здесь продают. Моментально. И то же самое у нас будет работать по системе доставки как раз-таки наших с вами слитков. Так, ну что, я думаю, тогда есть смысл включить нам нашу дальше лабораторию. Пускай начинают производить. Дороговато. Да, дороговато, конечно, все это дело стоит. Но что поделать. Эх, не успел. Не успел я исследовать. Предприятие обанкротилось и пропало полностью с усолья. Но ничего страшного, поездить в другом месте, нам по-любому слитки потребуется. Из моего огромного размаха, видите, небольшие есть дискомфорты. Ну, вроде пока все со владами, пока все хорошо и особо волноваться не стоит. Подрубаем за одно предприятие. Ну что ж, последнее, последнее звено. Все, 25. Мы все с вами изучили. Выплавка железа теперь у нас с вами появилась. Значит, у нас теперь появляется с вами что? Паралельно. Плавильная печь. Это то, что как раз здесь с вами потребуется. Отсюда у нас с вами будет производиться производство. А, у нас сейчас, кстати, с вами алюминиевых, по-моему, нигде нету, да? Потребности именно в балках в этих. Требуется только... Вон, доски, Паша, ты серьезно, смотри, требуется. Так, нам потребуется пилораму. Надо будет ее изучить. Но пока это мы с вами тогда печь ставить не будем, в ней смысла нет. А это у нас доски какие? Деревянная балка. Так, деревянная балка. Давай-ка посмотрим по исследованиям. Добыча производства, производство дерева. Во, деревянные балки. 350 дерева стоит 8 миллионов рублей. Так, и у нас появятся и доски, и балки. Так, а это уже интереснее. Это уже интереснее. Нам потребуется сделать что? Нам потребуется сделать доставку сюда. Ну, доски сюда, линию угнать, конечно, это очень дорого будет. Нам будет проще отсюда забирать дрова. И, соответственно, сюда возить их на исследование. Ультра долго, но что поделать? Пока придется таким образом сделать. Значит, мы берем тогда склад. Размещаем его прямо напротив. Выбираем тебя под производство, а точнее, под складирование бревен. Ты же бревна будешь, да, у нас потреблять? Если мы захотим. Сейчас еще раз. Так, добыча, добыча, производство. Производство, обработка дерева. Да, тебе бревна. 350 единиц потребуется. Значит, закидываешь сюда одно. Мы с вами возьмем сейчас, купим специально одну машину. Только для транспортировки. Конечно, мы можем старую взять, но ничего страшного. Мы заюзаем это. Добавляем маршрут. Полная загрузка у тебя будет происходить в этом месте. И полная аналогичная выгрузка у нас с тобой будет происходить уже вот в этом месте. Как раз-таки сразу все будет уходить на склад. Это, конечно, наверное, будет долго все происходить. Конечно, наверное, даже мы сделаем следующее. Давай-ка я еще одну машину, вот эту, мы снимем с маршрута и доставим тебя на поменять пункт назначения. Они просто 300 досок перевезут сюда, мне взбросят и... Точнее, бревен. И пойду дальше обратно на свои стандартные маршруты. Да, но я думаю, мы это уже с вами займемся в следующей серии. И также мы в следующей серии займемся все-таки, наверное, выплавкой. И все-таки я еще раз склоняюсь к тому, что очень неплохо, что мы решили здесь поставить все в одном месте. То есть у нас прямо будет это централизовано. Конечно, мы сейчас геморрой с досками получим, но этот вопрос мы более чем сможем порешать. Вот, поставим пилораму, опять же-таки, либо там, либо... Кстати, да, мы пилораму поставим прямо там, и оттуда у нас будет часть продукции уходить на производство досок. Так, поселок у нас образовался. Ну, шикарно, все растут и развиваются. Молодцы! Когда мы как раз кидаем до железа, вот у нас сразу получается так, что уголь и... Кисловодский теперь понимает уголь. Хрена себе, это круто. Это круто. Для его дальнейшего развития потребуется туда отправить парочку машин. Давайте-ка, наверное, раз у нас здесь потребность чуть-чуть уже упадет, мы сейчас одну машину отсюда снимем. Одну или, наверное, даже две, сейчас проверю, сколько у нас сюда уходит. Раз, два, только две, да, ходят? Ага. Ну, мы сделаем проще. Я сейчас куплю еще одну машину на уголь, чисто на уголь. И назначим тебя на движение. Естественно, отсюда полная загрузка. И аналогично полная разгрузка будет происходить у нас уже вот здесь. Все, поехало. И чтобы, наверное, убрать все эти сверхогромные потребности, я сейчас все-таки даю еще одну машину, наверное, отсюда сниму. Вот, отлично, мы ее уберем и сюда назначаем. Все, это да. На этом мы с вами сегодня, ребята, попрощаемся. Города начали расцветать и развиваться. Построили сегодня конвейерную ленту первую, наладили обустройство, добрались до самого последнего города за горой и построили лабораторию. Вот чуть-чуть, потихонечку, но вот с вами двигаемся. Понравилась серия, если есть комментарии, я знаю, ребята, что есть, допускаю ошибки, но все-таки. Если есть комментарии адекватные, обязательно пишите в комментариях внизу. Ставьте лайки и дизлайки, а я с вами прощаюсь и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok